Здравствуйте, меня зовут Диана Мухамедзянова. Здравствуйте, меня зовут Илья Миронов. Мы хотим рассказать про наши новые программы, которые нам поставили в Москве. Поставил нам хореограф-постановщик Паскуалька Мерленга. Постановки проходили очень весело. Учитывая, что с ним не требуется сильного знания английского языка, он постоянно дает позитив, постоянно пытается вставлять русские слова в свою речь. Учится чему-то, учится... Например, мы научили, как переводится с английского на русский, поддержку. Ну, или слово «рукзак», допустим. Рюкзак. Он очень интересный человек. Он вначале ставит без музыки программу, а потом уже накладывает под музыку и урезает, если ты не успеваешь. То есть это впервые мы видели такой подход вообще к программе. Да, то есть он нам сам музыку монтировал даже, вырезал, добавлял что-то. Вот. В общем, очень понравилось. И программа про что они? Можете рассказать? А в короткой программе смысл пенсии заключается в том, что над нами может свершиться страшный суд, и это как бы наша последняя возможность оторваться. Наш последний танец. Ну, или короткая наша. А в произвольной программе? Ну, король и королева. Так, музыка взята из музыкла ЧС, ну, и мы как бы шахматная фигура, я король, она королева. И там на основе она надвигается, мы там воюем. В общем, там много что раскрывается. В одним словом не описать. Ну, я знаю, что вот этот мюзикл «Шахматы», да, и под него была программа у Полины Цурской, и если вы помните, она катала очень хорошую программу. Вот, понятно, что вы могли только это посмотреть, и что Камерленго ни в коей мере там ничего не перенимал оттуда, но, в принципе, эта музыка достаточно известна. Выбор музыки, это был выбор его, или вы предлагали сами, что вот мы хотим вот что-то такое, в таком духе, в таком стиле? Скорее, нет. Мы очень долго... Как бы нам тренеры предлагали произволку Илья? Не совсем точно. Мы с Ириной Андреевной очень долго спорили за счет музыки, и кто-то сошлись на том, что ЧС быть наилучим вариантом для нашей произвольной. То, что там, где она достаточно можно себя проявить, я тоже, и это было самым рациональным выбором, как в музыке. А короткую нашли как-то неожиданно, совершенно неожиданно. Просто пришел у нас скользист, так сказать, и включил музыку, и нас она у всех зацепила слух сразу. Поэтому мы ее и выбрали, она запоминающаяся. Смотрите, выбрать музыку, да, сделать сюжет программы, это важно, но фигурное катание все-таки это спорт, да, и если не будет хороших парных элементов, чистого исполнения этих элементов, то программу все-таки не оценят так, как вы ее задумывали. У вас есть, так сказать, сильный козырь. Это вы одна из немногих пар, которые исполняют, пробуют, да, тройной луц. Расскажите вот об этом, и как вы работаете над этим прыжком. Я могу сказать, что именно из этих элементов нас поставили изначально в пару. Получилось, что мы пришли, по-моему, на каток разницы дня три, по-моему. Да, ну, практически в одно время. И как бы нас тренеры сразу видели, как пару, прыгающие два элемента. Именно над ними мы, мы их не выставляли первый сезон, мы дорабатывали луц, чтобы там было более ясное ребро, и в конце концов уже в прорум-зоне начали пробовать его в программах. Ну, сейчас вы уже программу, как я понимаю, будете в этом сезоне делать с тройным луцом, и важно, чтобы в этой программе не только был прыжок, но и вся программа как бы складывалась целиком. Работаете ли вы в этом, ну, конечно, работаете в этом направлении, но как продвигается вот в этом плане эта работа? С нами работает архиограф Татьяна Родорфовна Дручинина. Она пытается добавить кучу мелочей в программу, то бишь взгляд, руки новые. Есть что сказать? Нет. Нечего добавить. Мы также постоянно на полу, пытаемся замечать, что не подходит, что подходит. То есть постоянно катаем макеты на льду, чтобы просто понять... Улучшить наше скольжение, те же взгляды, те же руки, отрабатываем их каждый день, что короткую, что произвольную. Конечно, произвольную дается лучше, чем короткую. Потому что короткая, очень энергичная, и там, где мы должны показать всю свою мощь в конце программы, у нас ее... она сильно уменьшается. Мы пока не можем показать, но мы старая работа над этим. Ну, я думаю, ребята, у вас еще все впереди, потому что вы только входите в сезон, да? Только попробовали себя дебютировать на прокатах. И я желаю вам успехов, и чтобы у вас все получилось. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.